Сейчас о войне, прекратится, тут случай уникальный. Молитва эта должна быть по-другому произносима. Почему? На одном стихе Библии столкнулись два проклятия. Иеремия 48, 10. Прочитайте вслух. Это кто меч Господень удерживает от крови, и дело Господне делает небрежно? Да. Именно сегодня из-за этого. Все эти годы они отравляли католицизмом. Вот это униатство. У нас тут священники, наверное, каждый второй уже оттуда идет. Вот это развратили, что таинство как попало делают. Крещение полностью отменили. Этот проклят, кто делал, Господне делает небрежно. Любое дело можно оспаривать. То ли оно Господне, то ли нет. А это-то уж никак нельзя не сказать, что Господне дело. Они полностью развратили церковь православную. И сколько вопли было, Бог услышал. А теперь, да не будет им наказания. А это удерживая меч Господень от крови, и мы делаемся проклятыми. Молитва только одна может быть. Да будет воля твоя святая. Ничего не добавляя к этому. Этот стих опасный. Мы можем сами себя погубить молитвой. Не можем мы просить то, чего не должно быть. А что не должно быть? Израилю нужно было одно сложить оружие. Идти в плен. Только так они могли угодить Господу. Они решили сопротивляться. И вы знаете, чем кончится? Это разрушение Иерусалима, храма и 72 года пленения. Царские дети, кастрированные. Жены сделали с чужими. И все из-за того, что не захотели слушать голоса пророка Иеремии. Он говорил, откройте ворота. А они, нет, будем надеяться на Египет. Ну, будем на Америку надеяться. Это самые ненадежные соратники. Вот какой стих один. И я над ним много размышлял. И вижу, здесь никак нельзя по-прежнему молиться. Пало нас, допустим, Гитлер там или что-то. Мы не можем молиться так, только просить победы. Нет. Почему? А куда денем раскулашивание царскую семью? Что они делали? И меч Господень пришел в лице Адольфа. Сегодня это слушать будут люди. Будут поносить нас. Но мы должны сказать, не боясь грозного начальства. Мы же об этом просили Господа. Иеремия был неугоден. И таким местом только ворву. С грязью. И что с ним делали? Вот фильм есть, и это можно посмотреть. В этом плане мы должны быть крайне осторожны и внимательны. За что? Просто так, где-то отдельно жил человек, молился, напали на него. Тут можно. Но если он участник, или страна участник в этих злых делах, которые господние дела, так просто не проходит. Сколько было храмов разрушили. Сколько священцам, монахов убили. И пришел этот меч. С той стороны, откуда они ждали его. Никакие договора не помогли. Риббентроп виноват. Повесят его потом молотом. Виноваты были те, которые против Бога восстали. В церкви. Что делалось в это время? Преследовали всех. Это же никакой не секрет. И Господь посылает вот такую немощь. Все хватали, хватали, хватали. Россию-то уменьшил Ленин еще. Сразу Финляндии дал свободу. Это была одна из провинций. Польша. Куда залезли? Аляска, российская земля была. Посмотрите, где порт Артур. Хвантали все от севера до юга. До порта Артура, островов. Все под греби. Саму тайгу и в югу расплодили нехренеси воров. И вот, наконец, Бог дал вразумление. В 43-м году открывает храмы. Мы должны это все учитывать. Чтобы не оказаться лжецами. Мы просим. Дух пророческий досойдет на церковь ныне. Пророки нехренеси наравлюсь к существующему строю политики. Я вот говорю, это понятно? Да, только отец, скажи, как нужно говорить на молитве. Говорить на молитве только так. И воины идут, Господи. Мы ничего не знаем. Да будет воля Твоя святая. Это Бог решит. Все. Мира не просить, в общем. Да не просить. И не говорить, что там вот такие. Это они. Да не проливаются кровь. Эти слова выбросить. Иначе мы меч, Господень, удержим от крови. Тут прямо звучит в нашей молитве-то. Мы просто не задумались. Прости нас, Господи, за такую молитву. Иначе мы будем проклятые. Мы не можем меч удерживать. А как? Они должны сложить оружие. Наступило возмездие. Другого выхода никакого нет. Это всегда было так. Сложить оружие и довериться Богу, молиться. А там этого ничего нет. Слава. Слава. Везде. Только найдешь. Слава Украине. Вот кричали они там три часа. Велика Артемида Ефецкая. Велика Артемида. Это их дети остались. Я говорю, Украина это что, на карте или на действительности? В действительности кто ваши женщины? Абортницы, проститутки. Кто руководитель? Я там был. Приезжают вот в них там, какая рада называется. Только на то, чтобы отметиться. И сразу за границу уезжают. Что они не видят, что делается? В НАТО вступить надо, в НАТО. Ракеты прям под самую границу ставят. И президент рассудил по-человечески. Америка за тысячи километров. Зачем ему нужна НАТО в тайге туда? Какой у них руководитель-то? Комик. Клоун. Он ничего не знает. Совершенно не понимает. Не видно, как он. В первый день его, когда инаугурация была, на него масонские знаки вешали. Я внимательно смотрел за этим. И такая тягость на душе, что большое горе ждет от него. А что делать? Мы за них молимся. Поминаем их имена, эту страну. Но в данный момент и быть надо крайне осторожным. Повторяю. Два проклятия в один стих сошли. И возмездие за первое. Дело Господи небрежно делают. И что пришли сыновья, принесли чуждый огонь. Господь поразил их. Сыновья кого? Аарона. Какие были первосвященники? Бог все развеял. Или не смотрел за своими сыновьями. Все. Ковчег пошел в плен. Страна разрушена. Это же опыты. Это были образы для нас, застигших последних веков, дабы не были походливы на злое, как они были походливы. Первое коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи. Мы верующие люди. У нас евангельский здесь дух. И мы все время говорим о проповеди, ходим и распространяем. Поэтому должны быть внимательны, не подвергнуть себя смертельной опасности. А если проклятие на нас падет, нам защиты ни от кого не будет. Последний негодяй будет к нам лезть ночью с факелом, да с капканом и с оружием. Я это говорю, ревнуя о деле Господне, которые разрушили здесь, которые были с Украины. А их этих сколько понатыкали здесь. Какие у них фамилии, даже посмотри. Архиереи, митрополиты. Нигде нету, чтобы крестить, просто невозможно. Если поморщили лоб, как печать антихриста. Ни под каким вином ни один священник не берется. Почему? Потому что второе будет крещение. Там нет второго, там первого не было. Почему они не проклинают воина Есенецкого Луку? Он ни во что ставил это окропление. Афон, вообще ни за что. Что? Безумие, говорит, творится у вас на Руси. И ведут их на море и крестят. Где воды много было. Евнах и Филипп сошли. Оба в воду, оба. Когда последний священник при крещении в воду сходил. И где много воды, то есть погрузиться, как у нас на крещение. Хоть сантиметр двадцать выше головы. Мы узнали истину. И с нас спросятся, кто знал, не делал. Бит будет много. Это про нас говорится нам так много, открыто. Столько мы занимаемся. Каждые два часа молимся. Я прошу и других предупредить об этой молитве. В этом вопросе по-другому никак. В этой молитве я не могу сказать аминь. А как? Войны идут, Господи. Да будет воля Твоя, Святая. Мы ничего не нарушили. Согласно овощи нас сделали. Потому что мы не знаем виновных до конца кто. А меч, это меч может быть сище Нгисхан и Наполеон. И Атилы, и Аларих. Всемирные завоеватели. Камерлан, который приходил, железный храмец. Это меч Божий. И так и понимали святые отцы. А как сопротивление? Никакого. Открыли все храмы. Все открыто. Заходи, бери. Но ночью Виене Божьей Матери было ему, Тамерлану. С какими-то мужами. И сказала, пойдешь вперед, ты погибнешь. И он мгновенно повернул вниз к астраханскому ханству. Мгновенно разбил его и в песок ушел. Никто не знает, где похоронен. На что показать. А выдумка. Вот какое дело. Так, вопросы. Вопросов нет? Я не слышу ничего. Нету, нету, отец. Все. Я еще раз повторю. На следующем... Игнатий Тихонович. Да. Игнатий Тихонович. А там мы просим, чтобы не было покушений. Это тоже не просили. Да? На покушение? Это мы всегда говорим за старей начальствующих. Где они находятся? Мы молимся об этом. Повеление прямое. А здесь повеление прямое другое. Война началась. И существует за дело Господнее. Которое разрушали и сушали. А вот это мы молимся. Исполняем молитв за старей, за начальствующих. Что? Господи, дай им покаяние. Другое мы ничего не говорим. А когда говорим покушение, что? Что? Было покаяние у него. А дальше Бог решит. Все ясно. Спаси Христос. Если вопрос нет, я отхожу. Кому надо, позвонят отдельно. Аминь. Спаси Христос. Христос Благодарю.